Долго и с размахом Новый год и Рождество отмечала вся страна. И на алтарь развлечений штаберями легли диеты, зарядки, здоровое питание, ранний подъем, ну и прочие атрибуты нашего идеального будущего. Всем привет, с вами Лена и Центр Эдванс. Досмотрев это видео до конца, вы получите 5 действенных рекомендаций, с помощью которых легко восстановите утраченные привычки. Адекватная нагрузка. Часто мы делаем большую ошибку, когда пытаемся разом вернуть все 250 привычек, которые еще не стали частью нашей жизни. К сожалению, наш мозг не располагает таким ресурсом, чтобы взять вот так вот просто и впихнуть невпихуемое. В противном случае человек мог бы кардинально менять свою жизнь на свое усмотрение хоть каждые 15 минут. Это вам не пластическая операция. На формирование привычки требуется время, силы и желание. И чтобы мозг с минимальным стрессом принял эти нововведения, нужно вводить их в свой режим постепенно и небольшими дозами. Например, после двух-трехнедельного спортивного воздержания вместо трехчасового танца с гантелями в тренажерном зале, начните с 10-минутной разминки дома. Через пару дней накиньте еще 5 минут, а потом еще 5 минут. Ну, а через неделю-полторы вы не успеете опомниться, как ноги будут нести вас в спортзал на лыжах любви. Долгоиграющая мотивация. Всем нам знакома ситуация, когда начатое не удалось довести до конца. Потому что мотивация закончилась раньше. Если привычка реально представляет для вас ценность, то сохранить мотивацию в процессе ее восстановления поможет трекер привычек. С его ролью прекрасно справится обычный календарь. Допустим, ваша цель – ранний подъем. Встали сегодня в 6 утра, в календаре обвели сегодняшнее число. Завтра встали, дату обвели. Ну и так далее. Таким образом, вам будет проще отслеживать свой прогресс, потому что все сделанное получит физическое воплощение. А нашему мозгу важно видеть результат выполненной работы. Помощь старых привычек. А вы знали, что старые привычки и ритуалы способны помочь нам на пути внедрения нового? Достаточно спланировать свой день так, чтобы старые и новые привычки шли друг за другом. И вуаля! Уже через неделю вы заметите прогресс. Как это может выглядеть? Допустим, решили вы читать 15 страниц в день. Утром приступайте к завтраку только строго после того, как прочтете нужный объем. На физиологическом уровне у нас в мозгах такой подход позволит сформировать дополнительную станцию в уже имеющейся откатанной матрице автоматических действий. Награда за достижение. Еще один секрет быстрого восстановления привычек – поощрение за проделанную работу. Помните собаку Павлова и ее слюноотделительный рефлекс? Загорается лампочка, песик получает лакомство. В голове животного в это время формируется связка между работой осветительного прибора и появлением вкусняшки, что в свою очередь начинает стимулировать выработку желудочного сока. Постепенно необходимость такого рода поощрений отпадет, оставив после себя условный рефлекс. Мы можем смело брать на вооружение опыт ученого, чтобы сформировать нужные нам рефлексы. Если после ежедневной зарядки вы будете поощрять себя соком или свежим фруктом, мозг быстро отреагирует и будет стремиться регулярно получать такую награду. В кругу единомышленников. Не надо быть психологом с 20-летним стажем, чтобы заметить интересную закономерность. Когда мы находимся в кругу единомышленников, то нам проще поддерживать мотивацию и действовать. Наверняка в списке ваших контактов есть люди, кто тоже после праздников пытается вернуться в привычный режим и восстановить утраченные привычки. Найдите коллег по цеху и займитесь делом вместе. При этом не обязательно регулярно встречаться или созваниваться. Можно ограничиться общением в чате, где все будут делиться своими успехами и лайфхаками, а также получать поддержку от остальных участников. А какие приемы помогли вам вернуться в строй? Делитесь в комментариях. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и поболтайте колокольчиком, чтобы получать уведомления о новых видео. С вами была Лена и команда Центра Адванс. До встречи на обучении.